добрый день уважаемые друзья и снова вы на моем канале сам себе бензомастер сегодня ремонте пила aleo mac модель 937 причины поступления в ремонт не набирает мощность после нагрева вообще наверное не набирает мощность и плохо заводится так ну давайте делаем сначала диагностику зажигания и посмотрим топливную систему так выкручиваем свечу смотрим на состояние почистим ее немножко сейчас проверим зажигание металлический ключ искра есть искра нормальная так проверяем фильтр в бачке пытаюсь вытянуть трубочку трубочка не вытягивается а фильтр фильтр он просто болтается вернее он лежит в бачке проблема от чего это все происходит это от того что у нас фильтр слетел и естественно он вся грязь которая была в бензине она попала в карбюратор нужно очистить карбюратор то сеточка в карбюраторе наверняка забита я сливаю бензин если вы слышите как болтается там вот фильтр вот она вылетел я проверю сейчас как фильтр пропускает топливо и после этого подтяну трубочку и надену его проверяем фильтр просто надеваем трубочку дуем пропускает топливо в принципе нормально вот теперь мне надо достать трубочку я пытаюсь подтянуть она глубоковато находится вот я вытянул смотрю но смотрите почему он слетел трубка уже плохая вот на кусочек отрежем попробуем натянуть фильтр так трубка можно сказать не какая трубку надо менять трубка просто вот разрушается ну что откручиваем карбюратор снимаем потом будем смотреть как эту трубку достать если что придется снимать бачок но сначала снимем карбюратор переходник воздушного фильтра снимаем то вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для этого мне нужно открутить бачок. Чтобы мне открутить... Это мне нужно... Сделать... Несколько манипуляций. Открутить прежде всего вот эту ручку. Продолжение следует... Так... Откручиваем стартер... Под ним находится винт. Для того, чтобы мне снять бачок, мне надо выкрутить еще один демпфер. Ручка, вернее стартер, мне мешает. Сейчас я покажу, где находится этот демпфер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот стартер я снимаю... И вот этот винт, который у нас фиксирует бачок. Вот бачок уже... Вот она трубка. Вот смотрите, видите? Вот она, видите? Рвется. Трубка просто вырывается. Ну, сейчас будем... Возьмем новую трубку и будем вставлять новую трубку. Так, вот я взял новую трубку, теперь буду ее вставлять. Вот так вот направлять узкогубцами, пропихивать ее в отверстие. Если мешает вот этот винт, его можно открутить вот таким вот образом. Вернее, не винт, а демпфер, если мешает. Выкручиваете вот так пластмассу и откручиваете этот демпфер. Там внутри находится винт. Вот демпфер я снял. И вот трубку. Сейчас буду вставлять трубку. Пропихивать ее туда. Аккуратно. По чуть-чуть. Вот таким вот образом. Понемножку, понемножку она будет идти. Если кто-то, ребята, знает другой способ, как вставить трубку, пожалуйста, расскажите, потому что бывает. Так вот, шлицевой отверточкой направляю ее туда. Все, трубка тут показалась хорошо. Пропихиваем дальше. Трубка должна плотно входить в это отверстие, чтобы не было подсоса воздуха. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Как только она появится достаточно глубоко, что ее можно будет зацепить чем-то и протянуть. Вот тогда я уже буду через отверстие. У меня закручивается пробка бензобака. Вот ее доставать и подтягивать, если необходимо. Вот смотрите. Вот трубка уже стоит. Ставим теперь топливный фильтр. Все. Укладываем топливный фильтр. Он должен лежать в самом низу бачка. Все. Пока я трубку не обрезаю. Пока не обрезаю трубку. Я сейчас ее сюда вот просуну и поставлю бачок на место. Прикручу сначала демпфер. Так, демпфер я прикрутил. Теперь вот пластиковую. С одной стороны она роль заглушки выполняет, а с другой роль выполняет крепежа для винта. Так, демпфер хорошо не зажался, поэтому разберем обратно. Прокручивается. Он должен хорошо быть зажат, чтобы он у вас не прокручивался. �пфер. Обрred. все вот когда вы будете затягивать он не будет у чула все можно поставить стартер и и и и и и Продолжение следует... Проверили, стартер работает, все нормально. Теперь поставим вот эту вот ручку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И последние два винта снизу. Все. Все. Трубку поменяли. Теперь я могу примерно вот так вот отрезать эту трубку. Вот как раз она будет нормально находить на карбюраторе и нигде не перегибаться. Пилу в сторону. Сейчас займемся чисткой карбюратора. Расскажу как его правильно разобрать. Сейчас я подготовлю место. Вот я подготовил место. Сейчас мы с вами разберем карбюратор. Так, смотрите. Регулировочные винты здесь заглушены. Для того, чтобы снять, нам нужно выковырять сначала вот эту пластину. Берем шило или что-то подобное и вот так вот начинаем ее поддевать, пытаться выковырять. Она здесь просто стоит. Вот. Ничего страшного, что вы ее выломаете. Она, в принципе, особо тут не нужна. Вот. Теперь снимаем вот эти вот пластмассовые, которые стоят на регулировочных винтах. Это для того, чтобы вы не могли его регулировать. Как хотите. Вот мы сняли их. Их можно не ставить. Так. Все. Карбюратор готов. Это как защита своего рода. Поэтому можно их не ставить обратно. Это не принципиально. То есть откручиваться регулировочные винты не будут. Поэтому за это можете не переживать. Карбюратор Valbro. Ну вот. Смотрите. Сеточка вся забита грязью. Очень много грязи под крышечкой на сеточке. Это вся грязь, которая из бачка вся осталась на этой сеточке. Так. Мембрану. Вот такую мембрану я конечно поменяю. Потому что эта мембрана резиновая. Они со временем дубеют. Лучше поставить сюда синтетическую мембрану. И так. От обычного китайского карбюратора. Будет работать намного лучше. Аккуратно снимаем. Снимаю. Эту вот мембрану вместе с прокладкой. Вот так вот. Лопаточкой такой. Проверяю. Должна быть мягкая. Разбираю бензонасос. Разобрал. Теперь будем выкручивать регулировочные винты. Но прежде чем их выкрутить. Я их закручу. Посчитаю оборот. Винт L. Винт регулировки качества смеси на низких оборотах. Закручиваю аккуратно. Раз. Два. Два с половиной. Два с половиной оборота винт L. Это те регулировки которые стоят на этом карбюраторе. Вот такие же регулировки я и поставлю. Винт L ввожу с левой стороны. Винт L закручиваю. Раз. Два. Два с половиной. Три. Три оборота. Вот два с половиной и три оборота. Вот эти регулировки которые стояли на этом карбюраторе. Вот их я и поставлю. Когда буду ее уже собирать и заводить. Это будут те регулировки от которых буду отталкиваться. При необходимости я подрегулирую. Либо закручу либо откручу на одну четвертую буквально оборота. Но это будет уже видно когда я запущу. Послушаем как она будет работать. Так вот это и вот это я отправляю в ультразвуковую мою. А пока подберу вот такую вот мембрану. Ну что соберем карбюратор. Вот я взял другую мембрану. Она более такая скажем мягкая. Лучшего качества. Она не задубеет. Вставляю сейчас на место сеточку. И закрываю это все. Вот так вот прокладку на эту крышечку. Мембрану на поверхность. Закрываем. Собираем насос. Вставляем иголочку. Пружинку посередине. И вставляем вот этот рычажок вилочкой в иглу. Заводим. Проверяем чтобы пружинка стала четко посередине. Без перекосов. Закручиваем винт. И проверим еще раз. Как у нас расположена пружинка. Пружинка расположена правильно. А вот этот язычок должен находиться параллельно плоскости карбюратора. Теперь берем трубочку. Сюда на штуцер насаживаем. И дуем в трубку. Дуем. Нажимаем. Нажимаем. Воздух проходит. Отпускаем. Воздух не проходит. Насос закрывается. Игла работает правильно. Закрываем крышечку. И потом поставим регулировочные иглы. Выставим именно те обороты которые стояли. Настояли такие обороты как L игла была закручена. Вернее выкручена на два с половиной оборота. Игла H на три оборота. Одну секунду. Отвлекают. Но ничего страшного. Винт H. Вот я его закручиваю. И будем потом выкрутим на три оборота. Закручиваю до упора. Без фанатизма. Чтобы не поломать иглу. Потому что можно поломать. Уже не раз с таким сталкивался. когда закручиваются. Закручиваются такой дурью. Что ломают иглу. Раз. Два. Три. Выкрутил. Раз. Два. Три. Выкрутил. Три. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...